Владимир Васильев встретился с дагестанскими журналистами и обсудил с ними тезисы 15-го послания президента России. Обращение Владимира Путина, по словам главы республики, оказалось социальным по содержанию и духу, и особенно актуальным для Дагестана. Говорили о поддержке семье, борьбе с безработицей, повышении доступности медицинской помощи, архитектуре и экологии. Все подробности встречи у Патимат Ханаповой. Ориентированное на регионы и на Дагестан частности, так уже успели некоторые эксперты назвать очередное послание президента. Основание для этого действительно есть. Это подчеркнул на встрече и Владимир Васильев. В первую очередь, это, конечно, помощь многодетным семьям, которых в республике по статистике больше всего по России. Льготные кредиты под 6% будут установлены отдельно. Вы понимаете, справедливость. Многодетным труднее всех. И поэтому для них будет 6% железного, не дожидаясь остального, по ипотеке. Но не 3 года как было, а 5 лет на весь срок ипотеки. Предложено из федерального бюджета погасить за каждого ребенка с третьего и далее семье 450 тысяч рублей разово. И далее, естественно, получается материнский капитал 450 тысяч на одного ребенка. И получается разово они получат 900 тысяч. Это уже кое-что. Это тело для ипотеки. А дальше помните те проценты, о которых мы говорили, 6 и прочее. Актуальны для Дагестана и новые экологические решения, предложенные президентом. Это утилизация мусорных полигонов, сокращение вредных выбросов в природу, а также переход в газомоторное топливо. Среди прочих, коснулся Владимир Путин и состояние самурского леса. В свою очередь, Владимир Васильев дал понять, что уже в этом году на базе леса будет создан природный национальный парк. Что он у нас будет из двух составляющих? Дельта Самура и Шалбуздак. Значит, там, соответственно, 13,4 тысячи гектаров, 42,7 тысячи гектаров. Значит, на сегодняшний день работа значительно проделана. Есть межвенцерабочая группа под руководством, кстати, Карачаева. И вот я сейчас пока его просто по телефону, другого варианта не было, значит, он говорит, что не вызывает никаких опасений график выполнения работы. Значит, парку будьте. Отток перспективно молодежи из региона. Этой проблеме Васильев посвятил большую часть своего выступления. Решение вопроса глава видит в создании престижных для молодых профессионалов высокотехнологичных и высокопроизводительных мест. Работа в этом направлении уже ведется. Мы в основном все смотрели. Вот сейчас мы купили период, когда нужно действовать. Понимаете? Действовать. Каждому из нас. Мне кажется, время пришло. Я, например, только так понимаю. Время пришло просто, понимаете? Хорошее время, когда можно делать то, о чем давно говорили, о чем просят и ждут люди. Патемат Ханнабова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала, Новости 24.